Украина в очередной раз подтверждает свое нежелание выполнять Минские соглашения, призванные нормализовать обстановку на Донбассе и прекратить кровопролитие на востоке Украины. По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, в настоящий момент альтернативы минскому формату нет, но в существующей ситуации Киев не может пойти на его выполнение. Мы не можем выполнить Минские соглашения в настоящем виде, поскольку на этих территориях стоят российские танки и БТР и присутствуют генералы и офицеры армии России, отметил Данилов в эфире 1 плюс 1. Украинский чиновник полагает, что присутствующие на Донбассе российские войска препятствуют проведению выборов в этой части страны. В сходной позиции придерживается и народный депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа», член Комитета Украинского парламента по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Верещук. В мае на одном из телевизионных политических ток-шоу она заявила о том, что нельзя говорить о проведении выборов на Донбассе, пока Киев не контролирует эти области. Верещук добавила, что украинцы вместе с ОБСЕ и международными наблюдателями должны донести эту позицию до Москвы. В то же время, по данным коммерсанта, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак подчеркнул, что обладающие российскими паспортами жители Донецка и Луганска смогут принять участие в сентябрьских выборах в Российскую Госдуму. По его информации, в Донбассе таких граждан около полумиллиона.